В один прекрасный день я придумал гениальный план по созданию своей собственной общаги. Но я и представить себе не мог, что у меня появится слишком много противников. Но для них у меня был особый сюрприз. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет ролик под названием «Моя общага». И да, не удивляйтесь, ролик спустя неделю. И это все потому, что вы набрали 100 тысяч лайков за три дня, а я свои слова держу. Приятного вам просмотра. Вот это я понимаю, топовый кинотеатр с огромным количеством образовательного контента. И все это совершенно бесплатно. Ну а дело было после вайпа на сервере Растория Йоумейн. Ведь только настоящие мужики играют на сервере, где огромный онлайн. Как только я появляюсь на пляжике, я сразу слышу звук долбежки. Ух ты. Судя по всему, у Сережи явно был какой-то план, но его убил другой копейки. Стой, стой, пойдем копья сделаем. Пойдем копья сделаем и убьем его. Но пока мы крафтили копья, чувак, который всех убивал, отсюда уже свалил. Но все равно в этом были свои плюсы. Я обрел себе новых друзей, с которыми мы и собирались отправляться в долгий путь. Как ищет? Слушайте, слушайте, пригод mission. Я хочу спир sidewalk. Просто спирoit дополнительный. Просто help. Соперez, ребят, смех, смех. Мы are 5 ребята, окей? Ми не надо спир, окей? Спир для 5 ребята. Давайте, окей. Где мы его идем? Просто мы должны найти кто-то. Скажем, что-то вряд ли он. Отр сложно, чтобы он убил. и как вы видите искать противников долго не пришлось тем более после того как мы убили типа с топором он взял берданку и вышел со своего домика но потом он совершил одну большую ошибку он попытался один убить пятерых и теперь мы были уже внутри его дом и ясс галдис тройт липпинг бэкс дистройт слиппинг бэкс мэй фрэнд но она науис нотворкин с ту матч пирсвенит дистройтис так как на закрыли выйти отсюда мы не могли но все что мы могли сделать это капитальный ремонт и сломать ему все что только было возможно деревянная стенка у него и там есть ящики Я его убил Найс Я его убил Я его убил Да Бро, рвай мне Что?! Это не яблоко Рвай мне Рвай мне Рвай мне Давай Бро, 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 у меня есть план Говно, это хорошо И после уничтожения шкафчика мы спокойно могли отсюда выбраться, но надо было отбиться от всех, кто бегал неподалеку У нас не было времени, а у меня еще и не было хп, но я решил попытаться спрыгнуть вниз, ведь если бы вернулся владелец, он бы скорее всего поставил шкаф, и тогда бы мы ничего не сделали Бро, 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 jump on me Jump on me And pick me up, jump on me GG Не теряя надежды, я пытаюсь заспавниться неподалеку от того места, ведь у меня еще было время провернуть свои грязные делишки О, может я успею что-то сделать Все, что мне сейчас было нужно, это скрафтить киянку, и тогда я смог бы поснимать у них стекла и облутать шкаф Йоньк Ого 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 У тебя есть дерево? Дерево есть у тебя? Зиньььььььььььььььььььььyьььььььeььььььььььеьььььььььь sinner Ц algunosforcement Брод, у тебя есть дерево? Я нужна 100 дерева Я нужна дерева, дай мне дерево Нет, что я наделал? Я не буду на улицу выходить Я пошел дерево добывать, пока они тупят Что происходит вообще? Что это такое? Фух! Найс! Фух, я успел это сделать Hello, hello! Я не знаю как, но каким-то чудом мне удается засейвить все ресурсы, которые я украл И теперь мне было уже не так страшно Хотя типов, которые это хотели сделать, было тоже очень много Что вы забыли возле моего дома? Уходите Не твой это дом ни хера Это мой дом, уходите отсюда Мне интересно как ты отсюда выйдешь Уходите от моего дома Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Не успели Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Но мы унесли, знаешь, скок Сколько? Да хера. Да хера как минимум. Поздравляю. Выходить через такую толпу у меня точно никакого смысла не было. Поэтому я принимаю решение кельнуться и появиться в другом месте, чтобы подформиться и поставить еще одну дверь. Блин, вот это мне нравится то, что произошло. Вообще непонятная фигня какая-то странная. Очень странная и очень непонятная. Но очень веселая. Блин, печально то, что второй верстак я поднял. Так бы у меня второй верстак был. Второй верстак можно оформить. Давай, обратно. Вставай. Блин, если я поднимаю, то габела ему. Так, печульку я тоже заберу. Да, короче, тут у меня очень много противников. А так как на сервере было 700 онлайна, камень найти было не так уж и просто. Но хорошо, что возле меня была пещерка. Эй, мужик, ты как? Интересно, я себя сильно надамажу, если подойду к этим колючкам. Да, 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 я тут. Короче, у меня есть керочка, давай сюда. А как? Вылезти? Теперь только вперед идти вот сюда ко мне. А я тебя облутаю уже. Налево. Назад. Вот сюда, да? Паузи. Ну, кирочку все-таки он мне доставил. Спасибо тебе, Сережа. Теперь я наконец-то смог поформить камушка. А еще в этой же пещерке я обнаружил очень интересный домик. Ну да, я отель забрал себе. И уже сейчас у меня появилась хоть какая-то безопасность. Блин, ну вот пусковую установку, то, что я тут отжал, это вообще мем. Где мне взять компоненты на ткань? Блин, там опять кто-то в пещере сдох. Пойду подлутаю его. О! Иди сюда, иди к папочке. У-у-у! Домой! Ну вот я чисто за твои слова теперь тебя догоню и убью. Я выдвинулся вслед за этим бомжом. И он меня привел к какому-то громадному дому. Да я чисто рассмотрел обстановку, как у вас, как у вас дела. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Ну зачем ты в меня стреляешь, если тут отель, чувак? Теперь моя очередь. А ты в отель задушен? Опа! Are you genius or what? Возле моего домика частенько начали бегать челики с домиками, которые постоянно меня убивали. Окей. И тут я подумал, что я хочу найти, где они живут. И натыкаюсь на домик в лесу. Два на два. И у них на втором этаже были соломенные потолки. То есть я мог в теории к ним спокойно туда забраться и подождать, когда вернется хозяин. Естественно, следы за собой я тоже подчистил. А, нифига себе. Я только сейчас заметил, что это пингвины. По-любому он придет. Я буду ждать его. Я знаю, что он придет домой. Ого! Блин. И знаете, я все еще верил, что у меня получится отсюда выбраться. Но когда открылась дверь, я увидел вот такую картину. Я понял, что я обречен. Да ё-моё, что это такое? Офигеть! Пять человек просто! Что? Нифига себе! Это что такое вообще было? Я возвращаюсь снова к этому домику и замечаю, что моя голова торчит через стенку. Лутаю оттуда компоненты и... Меня убивает другой бомж. И сейчас у меня появилось искреннее желание найти, где он живет. Походу я нашел, где он живет. Да. Ну, это все меняет. Это все меняет. Теперь я знаю, где у него шкаф. Ну, я не буду привлекать внимания, я просто запомню, что он живет здесь. И мне этого достаточно. В это же время ребята, которых я практически задипал, сели у меня под дверью. Ну, как вы знаете, когда меня загоняют в угол, во мне просыпается режим берсерка. Сиде! А-па-па-па-па-па-па-па! Вот пэшка мне надо. Спасибо. Слушай, а что это у тебя? Красная карта? Я ее так долго искал. На самом деле это наклейка на карту. Я обманул систему. Но не поверишь, космодром тоже открывается. А где взять эти наклейки? В моей группе ВК есть все, что тебе нужно. Наклейки подходят на любую карту, но если тебе нужен вырез под цифры, то мы обязательно это сделаем. А при покупке наклеек вы получаете в подарок необычный стикер. Ссылку на мою группу с мемами и наклейками я оставил в описании. И теперь у тебя тоже может быть красная карта. Выживать в этом здании было крайне сложно. Потому что когда ты выходил, ты постоянно под домом находил четырех бомжей. И именно поэтому в какой-то момент я, чтобы нафармить скраб, решил построиться немного в другом месте. Короче, мне нужен домик возле мусорки, где я смог бы фармить компоненты. Иначе, ну, нереально. Нереально что-то делать. Попутно я понял, где обитают еще очень серьезные ребята. Я думаю, надо дом тут недалеко построить. Я хочу возле переработчика хотя бы дом какой-то. Ну, мы туда не пойдем, а то слишком опасно. И хоть Сережа боялся идти на взрывы ракет, я придерживаюсь такой тактики, что на любом рейде можно что-нибудь ёнькнуть. Я передвигался маленькими шажками, чтобы попасть наконец-то на крышу и посмотреть, что они тут рейдят. Тут все пусто что ли уже. И наконец наступает ночь. И тогда у меня появляется план. Так как я знал, где бегают эти калашисты, я беру ПНВ, Пэшку и возвращаюсь к ним. До свидания. До свидания. Калаш несу домой. Фууу. Хорошо. Калашик это, конечно, хорошо. Но мне нужно было нафармить как минимум скраб и металдверки. Ты чё меня так пугаешь? Нормально вообще, нет? Ты не видел, случайно, ли такого типа его в никке смайдинг? В кого? Типа в никке смайдинг. О, это они обо мне. Не, не видел. Так, мой дом уже ищут. Это не очень хорошие новости. Блин, я бы, наверное, всё-таки в отель это перенёс. Страшно? Как ни крути, этот домик выглядит намного безопаснее. Why you don't get me? За что вы так делаете со мной? Ребята, что вы делаете? Лежать ты! Ну зачем ты на меня нападаешь? Ну зачем? Ну будем честны, у этих бомжей, которые сидят с двушками, вряд ли есть взрывка на данный момент. То есть у меня есть варик улучшить мою крепость. Фонарик, пожалуйста. Что за жизнь такая? Hello! Good bye! Пещерные жители за меня поформили камушка. Что я им плохого сделал? Почему они меня так прессуют жёстко? И пока под домом никого не было, я пытался придумать, как лучше всего расширить мою крепость. Ведь половину дверей стояли не моих. Придётся всё это выдалбливать потом. И ничего гениальнее, о чём домик-паровозик, я придумать не смог. Так, у меня хотя бы появилось намного больше дверей. И меня бы уже точно никто не подсиживал. Я тебе предлагаю где-то вообще рядом построиться. У меня металла нет, чтобы кодовые замки делать. Да. Пойду добывать камень. Вот это большой минус. На топор. Пока Серёжа фармил дерево, чтобы построить себе первую кибитку, я фармил камушек. Но Серёжа не успел построить домик. Его убили наши соседи, с которыми мне пришлось разбираться. ой-ой-ой-ой-ой. Мне много дерева надо, спасибо. Позаботились. Так, этот спальник не мой, его бы подрезать как-то. И тут я подумал, а почему бы Серёжу не заселить в эту комнату? И тогда им не было бы спокойнее, и ему бы не пришлось отстраивать кибитку. Ну, вначале мы решаемся подорвать сгнивающий домик. Чего? С мечом идёт сюда. Да как это вообще? Убил? Пойдём домой. Всё, давай домой. Нормально, скраб прибавился. Неплохо. Не зря зарейдили. Впереди меня будет ждать очень интересный контент. Увлекательный, я бы сказал. Чё вы пристали, я не пойму. Чё вы пристали к нам? Иди отсюда. И ты тоже, иди отсюда. Мой любимый контент. Буду делать... Улучшать дом, так сказать. Наконец-то у нас появился металл, чтобы скрафтить кодовые замки. И именно с этого момента домик превратился в общагу. Я снова пришёл для... Можно фармилой вашим был? И на рейды с вами ходили. А ты гений. А ты кто вообще? Почему ты хочешь быть фармером? Да, б***ь, у меня всего лишь 2 часов в игре. А какой у тебя ник? Рубен. Рубен? Это как кролик Рубен? Чё, Рубен, я тебя тогда построю. Будешь с нами жить. И тут я начал отстраивать комнату для Рубенчика. Ведь не оставлять же бедного новичка на улице. Тем более, он сам попросился к нам в команду. Ой, ребят, 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 ребят! Ой, Рубен, хорош вообще. Ой, Рубен, хорош вообще. Заходи внутрь. Это твоя комната будет. Ты можешь тут развиваться, если что. Это твоя комната будет. Мы ничего у тебя забирать не будем. А по роли, как пойми, пиши в твоей комнате, что ты спалюбер. И вот так в нашей общаге появилось пополнение. Всё, Рубен, добро пожаловать к нам. Ну и, конечно же, я решил избавиться от дверных проёмов прежних владельцев. Вообще, как вы знаете, это же моё любимое занятие. Долбить стенки. Всё, 19 хп, найс. Так, теперь у меня есть проход внутрь. Оп. Возьми кресло с ящика. То есть, что сделаю? Возьми себе, если нужно. Ну, ща, я немного дерева возьму, креплю тебе тут дом. Рубен был слишком добрым. И поэтому терять такого жильца я не хотел. Пришлось ему добавить ещё немного буферок. Этим же временем я хватаю все свои компоненты, которые мне были не нужны, и отправляюсь на маяк. Ведь жить без второго верстака было очень-очень сложно. У нас проблемки. За нами идут 4 типа. Так, я сейчас убегу, засейвлю всё и вернусь. Я возвращаюсь к ним и начинаю за ними следить, но Серёжа немножко меня спалил. И тогда я подумал, что это тот самый момент, когда я могу реализовать калаш. Не будет же он всё время у меня лежать в ящике, правильно? Я это подсейвлю. Вот ещё валяется. Вот это хорошо было. Это очень хорошо было. Ну вот, МП-5 вернулась к папочке. Наконец-то у меня появился скраб и нормальное оружие, которое я смог изучить. Помимо этого, я поставил долгожданный второй верстак. Пацаны, пацаны. Я хочу с вами заключить мирный договор. А кто ты? Покажись. Если я думаю, ты тот, о ком я думаю, то никакого мирного соглашения у нас не будет. Давай на Хома, на Хома, давай, брат. А, Хома, всё, всё, тогда да. Тогда точно никакого мирного не будет соглашения. Что он сделал, что он сделал? Согласен. Он? Он сидел у меня под дверью очень много раз, поэтому мирного соглашения не будет с вами. Слушай, Аран, я помню, вы меня убили. Я помню, они меня ещё убили на старте. Я это помню. А потом неподалёку от нас построились мирные бомжики. И у одного из них был у них Владовед. И те, кто смотрел мои старые ролики, поймут, кто это такой. Владовед, подожди, стой. Ты не тот, который песни пел? Да, да он, 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 чё. Серьёзно, нафиг? Это он. Серьёзно, серьёзно. Прикинь, какая встреча, слышишь? Он самый. Прикинь, какая встреча, мы же с тобой тогда играли, и ты песни пел. С того момента прошло, наверное, уже больше года. Да, приятная была встреча. А в свободное время я занимался нашей общагой и укреплял её как только мог. Чтобы, если что, нас никто не смог пронести за пару сишек. Блин, вот тут можно будет МВК-кубик поставить вообще по приколу. И шкаф сюда перетащить. Шняга, шняжная, жизнь общажная. И со временем у нас становилось всё больше и больше посетителей. А для нас это был только большой бонус. Потому что они фармили ресурсы, чтобы им построили комнату. А комнаты в это же время добавляли буферную зону. Сыны, я сегодня ночью лапс. Бум-бум-бум. Ай, Шамиль! Я его убил. Ой, это Хома. Ой, Шамиль, извини. Это Хома. Это Хома. Да я случайно. Иди отсюда. Мы с тобой точно не будем дружить. Ты, дуркемпер, иди отсюда. Всё, я его убил, видишь? Вообще, я не планировал как бы бомжей заселять в мой дом. Потому что я планировал один играть. Ну, раз вы настаиваете, то мы не против, в принципе. Конечно же, каждый игрок, который хотел к нам заселиться, должен был принести ресурсы, чтобы мы им отстроили комнаты. Разные, да, получается, надо делать? У нас Хома забежал. Но бедолаги соседи по-прежнему пытались с нами подружиться. И поцелуали к нам Хому, который почему-то не разговаривал. Выходи, это записка внутри. Включите. Давай, сейчас чекну. Что-что, но эта записка меня очень сильно растрогала. Но вначале я решил узнать мнение в своём телеграме, что бы вы сделали на моём месте. И многие просили простить малыша. Так, слушайте. Ариан и Рубен, вы тут? Но так как это всё-таки была общага, я решил посоветоваться ещё и с моими ребятами. Вот что бы ты делал с типом, который прибегал, ну который сидел под дверью постоянно с двушкой, с друзьями, да? А потом прибегает и кидает записку. И судя по всему, он уже не хочет воевать со мной. Да, все до 100 минут вторых шансов, я бы ему до 100 минут вторых шансов дал. Вот он. Хома, у тебя микрофон есть? Нету? А где твои друзья, которые под дверью сидели? Короче, мы решили его простить. Но перед этим он должен был провести экскурсию по своему домику. Ну а также заплатить дань в виде скрапа. А, ну у вас тут... Ну я бы сказал, прям совсем всё грустно. Короче, на первый раз мы его решили простить. И вот мы вместе с Хомой добираемся до рыбацкой деревни, где покупаем подводные сеты. Но тут мы замечаем, что неподалеку от нас выплывает карго. Может ты за руль сядешь? Близко. Ты умеешь вообще туда залазить, нет? Давай, ты за руль тогда, а я здесь ещё прикрою. А я вниз не пойду. Понял, его убили. Куда я его калаш улетел? Если бы у меня был калаш, я бы чувствовал себя увереннее, конечно. Пушить второго тиммейта, который спрятался в каюте, было просто самоубийством. Я решил дождаться, когда же он сам поднимется ко мне. Но на этом сервере битва за карго была просто колоссальной. Вы посмотрите на эту лодку. Ой, блин, тут корабль приплыл. И ребята на этой лодке были явно серьёзно настроены. Я, конечно, был уверен в том, что я всех раскидаю. Но понимаете, если бы я их убил, они бы просто ливнули. Поэтому я сажусь в лодку и побыстрее отсюда сваливаю. Так сказать, дал шанс этим бедным клановым игрокам, если вы понимаете, о чём я. Шуваки, вы как хотите, а я поплыл нафиг отсюда. Слишком какая-то опасная движуха получилась. Ну я забрал то, что надо было, то, что хотел. Теперь у меня наконец-то появились подводные сеты, благодаря которым я мог бы полутать подводную лабу. Ну чё, лапка, пора тебя полутать. Блин, ну тут лаба маленькая. О, так тут кто-то погиб. И вот уже спустя несколько минут мои карманы были полностью забиты. И я мог со спокойной совестью отправляться на переработку. Мне сейчас срочно надо идти в подводную лабу, потому что там типы сидят. Надо с ними что-то делать. Но для начала я хотел сбегать на маяк, чтобы переработать компоненты на ткань. И в моменте слышу, что неподалёку от меня рейдят разрывными. Именно туда я и отправляюсь. Блин, как будто это прям совсем рядом рейдят. Ух ты, нифига! Ух ты, нифига себе! Стой, разрывные! Серьёзно нафиг? Тут МВК дверь есть. Это чё за читаки тут жили нафиг? Это чё за читаки тут жили? Ха-ха-ха! Мне спальник тут нужен. Оказывается, что всё это время неподалёку от меня жил очень заряженный челик, у которого я как раз таки и забрал рейд. Теперь мне нужно было как можно скорее перенести весь лут к себе. Я пошёл. Я не знаю, это просто незаконно, то что произошло только что. Интересно, он будет ещё рейдить? Ха-ха! Офигеть! Я не знаю, это чё за бред! Да уж, оружие привалило очень много. После такого подарка я отправляюсь на маяк и перерабатываю все компоненты. Мне нужно было ещё кое-что поизучать. А после, принимая решение, переставить свой шкаф подальше, на третий этаж, где точно бы его никто не нашёл. И там же сделать потайную комнату, где я спрятал бы весь основной лут, который я выбил. И чтоб вы понимали, шкаф находился далеко не в центре дома, а был смещён в буферную зону, которую точно бы никто не смог найти. И для чего вам эта информация? Я вам скоро всё расскажу. Всё, завтра увидимся, ребят. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Давай. Тихо тоже. О! Опа! Опа! Зайдя на следующий день, я увидел то, что доступа у меня к шкафу нет. И домик уже самую малость подгнил. Нас зарейдил, типа, без понятия вообще. Мы утром зашли, типа, в часов 10 утра, а хаты нет. Я... я в 9 утра нам сижу, уже вернулась. Ээээ... давно нас зарейдили? Будем восстанавливать хату, потому что я бы восстановил и отомстил. Но чтобы отомстить, надо было вначале понять, кто нас зарейдил. Ведь никто из нас, спящий и в комнатах, не был убит. А ещё самое забавное, что зарейжены мы были сишками. И что человек, который это сделал, угадал 100% где находится наш шкаф со всеми ресами. А когда и кто нас зарейдил, я чё-то не могу понять. Но как же сильно рейдер ошибся, поставив эту дверь здесь. И прям в шкаф, в шкаф сразу зарейдили. И сложив все пазлы, я понял, что нас зарейдил именно этот парень. Ведь у него точно такой же скин на дверках. Серьёзно, нас соло-чел зарейдил? Да не может такого быть. Ну в прямом, вот. Там такие же двери стоят. Ну что, я знаю, кого мы рейдить будем. И мать. Да, да, у него везде эти двери. Для меня оставалась загадкой, как он угадал, где находится наш шкаф. Но мотив у этого парня был очень весомый. Это именно у него я забрал вчерашний рейд. Для пущей убедительности я даже сбегал к кланам, которые находились неподалёку. И посмотрел, какие у них двери. И ни у одного клана не было таких скинов. Благо, у меня ещё оставалось немного оружия, с которого я мог бы начать. Так, а тут у меня из оружия почти ничего не осталось. Ну хотя бы есть второй верстак. Опять я бомж. 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 я пошел компоненты лутать кроме того как воде мне было совершенно негде потому что дороги возле меня не было и так потихоньку пока жители общаги спали я забивал ресурсы ящиками а скраб мне нужен был для того чтобы изучить сачельки и обратно вернуть себе общагу что это нафиг почему тут ничего нет у вот что то есть честно говоря я и представить себе не могу как эта машина оказалась на дне океана но господи как же это атмосферно а потом на берегу я и вовсе замечаю припаркованный коптер а раз его никто не охраняет то я мог его спокойно йоникнуть сюда нафиг папочки но самую малость не подрасчитав скорость он разбивается у меня под домом на самом деле он мне в принципе был не нужен главное что я угнал в у клановых игроков прощай коптер ты свою задачу выполнил как же люблю борьбу почему они не какают на месте где стоят покушал знатно вот смотри сегодня игра шла максимально странно как качели знаете то туда то сюда то мне везет то не везет и когда я понял что пвп у меня не получается я отправляюсь в подводную лабораторию лутать компонентики а потом как по знаку судьбы возле моего домика пробегая два берданчика ого 8 сачелей сюда теперь я наконец-то мог вернуть себе общагу обратно и полностью ее восстановить смертная кать бобовочками давай я так понимаю придется мной рискнуть или ты достанешь но знаете от рейда тоже были свои плюсы теперь я мог не доубить эти злополучные проемы чтобы выдолбить чужие двери потому что их просто не было они сгнили сами по себе а тут как раз все двери выгнали которые не нужны были теперь все что нам оставалось сделать это на фармить немного ресурсов и восстановить общагу но тут как назло начинается рейд и 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 это я я хорош хорош хорошуших не сказать что здесь было много ресурсов но что то мы отсюда смогли забрать а после и вовсе проснулся тот чувак который нас зарядил И вот наконец-то мы приступаем к восстановлению общаги. Все ребята с которыми мы играли вчера зашли в онлайн и начали мне помогать. И все у нашло практически идеально, пока снова не пришли эти дуркемперы. И сегодня их стало в 4 раза больше. Субтитры сделал DimaTorzok Это меня рейдит. И в моменте, как я продипал этих ребят, я слышу взрывы сишек. Но мне все равно нужно было как-то подсейвить эти ресурсы. Поэтому я стараюсь действовать максимально быстро. Хватаю все основные ресурсы и выбегаю из этого дома при первой же возможности. Я его убил. Забайтите, стой. Я когда скажу, забайтите турель. Байтите, байтите, байтите турель. Байтите турель быстрее. Байтите, байтите. Байтит. Байтите, байтите. пока что перенести ресурсы с моей кибитки он не смог и я собирался сражаться с ним до последнего честно говоря я и представить себе не мог как он предугадал то что я поставлю здесь гантрап и иногда он делал поистине странные вещи и вот сейчас он абсолютно без промахов стреляют вам не спит он а через кусты учел считания играет тогда у вас есть дерево секунды а потом одевшись в джаггер сет я сел под дверь с двушкой и начал ждать когда же он откроет дверь но как вы догадались выходить он не собирался я бы не сказал что он играя с щитами но некоторые моменты были максимально странными но все встало на свои места буквально через несколько минут а это китаец этот чел китаец у него в друзьях китайцы его забанила только что этот парень внезапно для всех получает бан и теперь мне стало понятно каким образом он нашел мой шкаф который я так хорошо спрятал в общаге так еще этот парень умудрился какую-то часть ресурсов утащить с этого домика я был снова зарейжен но не сломлен ведь я знал что скоро будет возмездие так что теперь мне делать офигенная заруба конечно считаком было понимая что это читак больше не вернется и нам ничего не угрожает я принимаю решение обустроить общагу ооо о почти целая да так домик надо под улучшить чуть-чуть мне кажется не хочется опять без дома остаться внезапно и вот спустя несколько часов наша общага снова преобразилась и мы могли снова заселять сюда жильцов в это же время я изучаю бобовку и сочельку чтобы пробахать ту кибитку которую он построил возле моего домика в надежде что он там оставил ресурсы понял в этом есть свои плюсы а еще мне частенько приходилось оборонять своих жителей в начале я думал на фармить около 50 ракет чтобы пронести эту базу под ноль но потом я вспомнил что во время бана он был в онлайне и скорее всего у него открытой двери но это нужно было еще проверить блин мне интересно тут дверка то закрыта или открыта опа 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 вопросов не имею благодаря этому мини багу я понял что большинство гаражек открыто и что зарядить я его могу уже практически прям сейчас все что нам оставалось сделать это самую малость наплавить пороха чтобы скрафтить разрывные и теперь вы могли пытаться его рейдить но так как на сервере был громадный онлайн я решил вначале построить кибитку блин ты чё пугаешь елки-палки я его убил я короче кибитку строим и скоро рейдить будем этого типа но заморачиваться над кибитка я особо не стал нам было уже достаточно хотя бы меня стрелочной через которую мы могли бы обороняться на воспользоваться верстаком конечно я вообще вам дверь сейчас кодовый замок поставлю будете использовать это же общага понимаешь тут все дружно все работают я короче слышишь прочекал дому типа с помощью бага у него там все двери открыты почти мы сейчас одну дверь взрываем у него там много дверей открыты турелька этого читака нам кстати тоже пригодилась после чего мы дождались когда наступит рассвет и отправились рейдить его первую дверку но тут мы столкнулись с еще одной проблемкой турельки а тут хорошо у него было их их миллион их миллион не надо слева справа сверху веселый дом получается ты ж мой сладкий читачок блин я упал он умер наконец-то я добиваю последние турельки и все что нам остается это разбить люк что еще одно что ли не пугайте меня так блин я думаю там тоже открыто должно быть но тут ни пороха ничего нет кроме угля о сачелька серка ого калашик калашик это мне надо спасибо и вот он момент истины что же скрывает дом читака ну ка момент истины там будет открыто все или будет все закрыто открыт бункер все открыто что ли все все открыто все открыто все открыто сюда сладкий try it ага суд寸 keeper chủ meter спи спи мой мальчик ой какой хороший какой же хороший этот парень подводные сеты и все а где ящик ракет да хоть и этот парень был забанен но как же сладко было его зарейдить после того как он рейдил меня несколько раз и вернуть все те честно добытые ресурсы которые были у меня изначально до его появления но в следующий раз он еще много раз подумает прежде чем запускать читы ну а перед выходом я естественно потратил много ресурсов в улучшение нашей общаги зайдя на следующий день я был приятно удивлен нас никто не зарейдил это общага понимаешь это шняга шняжная жизнь общажная ах ты лысый ах ты лысый иди сюда говорю иди сюда на колено вставай проси прощения на колено вставай говорю вставай на колено я не буду бей я встану если не буду я не буду говорить но сегодня мы собирали зарейдить вот этот скромный домик если вы помните то тут живет чувак который постоянно сидел у меня с душкой под дверью но рейдить мы его собирались в онлайне и совершенно необычным способом а камень я фармил чтобы построить гараж для моей новой ласточки сюда мы будем малышку загонять надеюсь она сюда поместится и переработав все компоненты которые мы получили учитера в доме я наконец-то покупаю боевую малышку офигеть как же дорого стоит этот вертолет блин надеюсь мы долетим блин это надо было вначале дверь наверно поставить но для тех кто не знает какой гараж построить для малышки если что знаете дверь можно поставить даже когда хвост торчит из двери теперь все что нам оставалось сделать это переплавить эту вкусную серку а кто ты какой у тебя ник мира это ты сладенький мой я знаю что это ты как же этот парень был очень догадливы ведь все это время мы уже все накрафтили и на готове и ждали когда же он появится на сервере чтобы показать ему что такое настоящее землетрясение общий сбор господа одевайтесь во все самое лучшее мы здесь мы здесь мы подошли двое серёжа иди сюда ты что-то знаешь нифигать они не белью слышишь ты идем ты домашние короче смотрите надо стрелять точно ракет у нас немного но мы должны справиться с этой задачей так смотри сайна возьми я ариан возьми они в онлайне будьте к этому готовы мы должны справляться серёга возьми я верю в то что ты сможешь и гарик давай ты как молодой как бы и перспективный чё спрятался смотрите план действий я взлетаю даю команду вы спускаетесь короче вниз и мы отправляемся всей толпой уничтожать их территорию домик там небольшой но крепкий следите за тем куда сайнец стрельнет он стреляет первый с базуки вы за ним именно туда же куда он стреляет все отправляемся ребят туду 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 здравствуйте это мы вы нас не ждали дал хит ему это отряд землетрясения лупите пошло дело отряд землетрясения идёт в бой отряд землетрясения идёт в бой за полива отойдите 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 всех взрываю минус два хорош взрываю всех на своём пути отряд собираем ресурсы а отряд тут дерево нормально собираем ресурсы А говорю, не хватит ракет Уиу! Выходите с поднятыми руками Я сдаюсь мира О, я чуть не умер А говорю, не хватит ракет Все, сдавайся, сдавайся, выходи из дома Мы тебя пощадим, не будем трогать Это знаешь за что? За то, что ты у нас двушкой под домом сидел постоянно В следующем вайпе еще буду, не волнуйтесь Давай, давай Короче говоря, его дом мы полностью пронесли И на этом наша последняя задача была полностью выполнена Ну а напоследок мы с ребятами решили запустить небольшой салютик в виде аэрдропов Давайте, три, два, один Сейчас опять дропов полетит сюда Да, дайте мне умереть нормально, спокойной ночи, любя всем Спокойной ночи, Сережа, спасибо за лайк Было с вами очень интересно поиграть Давай Все, ребят, эти аэрдропы для вас Спасибо вам огромное, что помогли, оставилися и вообще доделали все дела до конца Вы красавчики Эти аэрдропы только для вас И чтоб вы понимали, к нам на сходку даже пришел тот, кого мы только что зарейдили И он был совершенно не в обиде А ключики от общаги я полностью передал Шамилю и Ариану Я знал, что эти ребята ответственные и что они не бросят жильцов Ну и напоследок, Владовед нам спел песню, которую сочинил сам Растики Тяжела судьба у басово бомжа Пробежать бы до мирки, да засырить А не попался бы калашист за лут А еще бы прикольно, а рез прямо Тут, тут, тут А бомжи спешат, а бомжи бегут Не стреляй ты в спину, пожалеет друг Где-то в мирке он ждет знакомый тиммейт Они вместе зашли, чтобы встретиться в ней Полная версия этой песни будет в моем Телеграме И, конечно же, ссылочку на этого прекрасного ютубера я тоже оставлю в описании Браво! Уху! Красавчик, красавчик! Ну чё, кто хочет полетать? О, да Взлетайте, взлетайте Хорошая раскраска сказала Давайте, давайте, летите Пацаны! Давай, давай, давай Прощайте! Огромное спасибо тем, кто посмотрел этот ролик до конца и поставил свой лайк Ведь именно вы – это моя большая мотивация И я был бы признателен, если бы мы на этом ролике тоже набрали 100 тысяч лайков Обязательно оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал Ну а впереди вас будут ждать все больше интересных историй А теперь вы можете насладиться этими титрами и прекрасной музыкой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok